стало причиной сокращения рабочих мест. По оценкам Международной Организации Труда, безработными по всему миру могут стать 25 миллионов человек. Эксперты призывают осваивать новые профессии и повышать уровень образования, чтобы третью волну коронакризиса встретить во все оружие. Елена Держанская разбиралась, как это сделать. Наталья Постолати еще совсем недавно занималась тем, что вела свадьбы и новогодние корпоративы. Еще в прошлом году весь январь был расписан. Но жизнь круто изменилась, когда грянул коронакризис. Наталье пришлось рассмотреть вариант, о котором в других условиях и не подумала бы вспомнить о дипломе учителя начальных классов. Я 14 лет занималась активно торжествами, вела как взрослые, так и детские торжества, плюс и закончила IT-технологии. Создавала рекламные ролики, ролики, работа в фотошопе, по деятельности учителя, есть возможность совместить весь свой бэкграунд, все свое предыдущие накопленные опыты и поделиться с этим с малышами. Ученикам Натальи ее креативный подход ой как по душе. Я так думаю, что это даже, наверное, мои ученики выиграли от того, что к ней пришел человек с такой награданной деятельностью. И я очень скучаю за творческой деятельностью и надеюсь, что мы сейчас друг другу нужны. Мне детям, детям нужна я. Поэтому наша любовь взаимная. Пример Натальи – доказательство тому, что кризис может быть и стартовой площадкой, и началом чего-то совершенно нового. Эксперты по карьерному росту советуют тем, кто переживает за свое финансовое будущее, менять место работы. Первый, кто у нас в самой большой стабильности – это, конечно же, госслужащие. То есть если у вас нет работы, вы остались без работы, идите в госслужбу, и вас там всегда возьмут, потому что у них там всегда нехватка кадров, и всегда стабильные. Вы будете получать премии, годовые, бонусы, и у вас все будет стабильно. Бессловно, конечно же, IT, то есть компании все больше и больше набирают обороты, но, опять же, этому нужно учиться, этому нужно учиться и не один год. По данным Национального агентства по трудоустройству, за 9 месяцев текущего года в стране число официальных безработных увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если вы по какой-то причине оказались в их числе, расслабляться не стоит. Я бы советовал разобрать свои личные компетенции. О чем это я говорю? Например, я ответственный человек, то есть я могу брать на себя ответственность. Прямо распишите на себя, я пунктуальный. Кто вы? Исходя из этого, разрисуйте портрет. Какую специальность я бы мог выбрать? И найдите сейчас очень много в ютубах на различных ресурсах бесплатных курсов, бесплатных тренингов по каким-то определенным специальностям или профессиям. Молдове официально доступны 7200 вакантных рабочих мест. Больше всего в Кишиневе, Бельцах и Флорештах. Продолжение следует... Продолжение следует...